Для борща мне потребуется две свёклы средних размеров. Сейчас я их помою и почищу. Вот такие две свёклы. Сейчас я их разрежу. Я уже разрезала свёклу небольшими кусочками и теперь сложу её в кастрюльку и залью водой. Вот мы залили свёклу водой и теперь она будет вариться примерно час или час 15. Я проверю как будет она. Проткнем её вилочкой и тогда узнаем сварилась она или нет. Наш суп закипел. Немножко убавим огонь и ему ещё долго варится. Ещё нам нужен чеснок и имбирь. Чеснок наверное пойдёт весь, а имбиря нужно отрезать, потому что это слишком много. Вот столько чесночка нам будет достаточно. Это даже не весь чеснок который я планировала. Но это чеснок свежий и он очень такой крепкий, острый. Вот я отрезала кусочек имбиря. Сейчас я его почищу. Но думаю, что его наверное много. Возьму поменьше. По всей кухне уже запах имбиря. Он такой ароматный. Сейчас мы его порежем. Я думаю, что этого имбиря нам будет достаточно. Теперь эти два ингредиента добавлю в кастрюльку. Свёкла тем временем уже почти сварилась. Вернее даже совсем сварилась. Но ещё 15 минут мы её поварим вместе с чесноком и имбирем. Проверим. Сварилась и сварилась. Сварилась. Уже пропускается легко. Я положила чеснок и имбирь. И так примерно выглядит наш будущий борщик. И мы ещё варить минут 15 минут. Порезала зелёный лучок, чтобы приправить этот супик, когда он будет готов. Содержимое кастрюльки я выложила в блендер. И теперь мы всё измельчим. Я покажу, что у меня получится. Сейчас я суп немножко посолю. Но основную досолку мы будем делать в тарелочку. Осталось добавить сметанки и лук. Наш суп готов. Вот такой у нас получился прекрасный супчик.